Курай. Ханве? Ты женился? Кто вышел победителем? Фериха, у тебя не получилось. А ты? Ты добилась своего. Кого из вас меня поздравлять? Кого мне поздравить? Ты хотела получить эту жизнь, скрывая, что ты дочь сторожа, Фериха. Теперь твоя очередь. Кого из вас мне поздравлять? Курай. Ты правда женишься? Курай, ты женишься? Курай, ответь мне! Ты женишься, да? Ханде, уйди. Как ты мог так поступить со мной, Курай? Идем, Ханде. Как ты можешь? Ответь, Курай, ответь! Ханде, идем, говорю. Что-то мне плохо. Тетя! Что-то плохо. Сестра, сестра! Тетя! Мама! Тетя! Ах, доченька! Тетя! Снимай платок. Сестра, придите в себя. Тетя! Сестра, хотите, Джей? Тетя! Сестра, хотите, Джей? Не могу. Мама, что с тобой? Ах, сестра. Тетя, собери. Я не могу. Где твой муж? Кто эта девушка? Чего ей надо? Курай. Немедленно пошли отсюда. Тетя! Гюльсун, дочка дорогая. Чего она хотела-то от нас, а? Ну-ка, идемте. Брат. Ну-ка, все, вставай, пошли. Брат, ты видел этот позор? Пойдем домой. Идемте, сестра, хотите, Джей? Осторожно. Ты видел? Пусти меня, Эмир. Эмир. Вы отдаете себе отчет? Курай, женится. А ты стал свидетелем. Вы что, с ума посходили? Что вы делаете? Ханде, опомнись, не кричи. Курай? Ханде, успокойся. Эмир. Курай, иди сюда. Курай. 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 Курай, выйди. Канде. Эмир, отпусти меня. Эмир, отпусти, говорю. Канде. Я уже мучилась в грузениями совести. Стала жалеть о случае с журналом. Расстраивалась, узнав, что тебя похитили и насильно устроили помолвку. Но оказывается, все зря. Да? Ты всегда делала из меня дуру. Это все ты. Это ты помогла этой деревенщине. Ханде, хватит, пошли. Идем. Больше мне не о чем жалеть. Эмир, пусти. Ты заслужила все то, что с тобой произошло, Фереха. Мало было Эмира, теперь взялась до Курая. Ханде. Пусти меня. Садись в машину. Фереха, кто эта скандалистка, дочка, а? Кто она такая? Откуда взялась? Скажи мне. Что ей нужно от моего зятя? Объясни, доченька. Успокойся, Хадиджей. Не думай об этом. Курай заплатит за это. Он ответит мне за это, слышишь? С меня довольна. Выйди из машины, Ханде. Эмир. Возьми такси и поезжай домой. Ты тоже бросаешь меня одну. С таким характером ты и так останешься одна, Ханде. Да, я оставлю тебя одну. И ты сама виновата в этом. Сразу убегаешь в комнату? Хочешь закрыться там? Не получится. Ты должна объяснить нам это. Что хотела эта девушка? Отвечай, иначе я поднимусь наверх. А что ты там собираешься делать? Драться с человеком, который спас мне жизнь? Фериха. Отвечай нормально, дочка. Что она имела в виду? Что значит здесь должна была быть ты? Что там у тебя не получилось? И как это ты взялась за Курая, а? Фериха, что у тебя с этим подонком? Отвечай, почему она приходит и несет какую-то чушь? А что она такого сказала, а? Назвала меня дочерью бедняка. Сказала про журнал, про сожаление. Что тут непонятного? Дурак. Зачем Халиль позвонил Эмиру? А? Фериха. Ответь, дочка. А мне откуда знать? Иди и спроси у него. А что значит спроси у него? Ты смеешься надо мной? Какие счеты у Халиля с Эмиром? Почему он не позвонил нам? Говори, что хочешь. Но если бы не Эмир, то я лишилась бы или рассудка, или жизни. Как бы то ни было, он спас меня. И ты не вправе винить его. Я хотел извиниться за подругу. Погоди, юноша. Ты спас мою дочь. Я в вечном долгу перед тобой. И буду помнить это всю свою жизнь. Однако, Гюльсун подвела наше доверие. Вы можете скрывать, что случилось. Но, должен сказать, это сбило с толку всю нашу семью. Для нас чуждо то, что вы называете дружбой. Девушка и парень не могут быть друзьями. Если я еще раз увижу тебя рядом с дочерью. Но, не ты, не она, не обижайтесь на меня. Заруби это на носу. Запомни. Почему ты боишься того, что отец разговаривает с Эмиром? Вот не смотрели за Гюльсун, и что в итоге? Мехмед. Если ты еще раз так будешь говорить о Гюльсун, то я уйду из этого дома. Понятно? Моя дочь сегодня вышла замуж. И попала в такую историю. Так что, не говори о ней ничего. Хорошо? Разве так можно, Мехмед? Вот видишь, что она сделала? Брат. Папа? Ну, что он говорит? Я сказал ему то, что должен был. И он понял. На этом разговор окончен. Курай, рядом с твоей матерью я не стала говорить, но меня не волнует, что сказала эта девушка. Я боялась за Фериху. Эта девушка... Она недолюбливает меня, считает недостойной тебя, но... Моя мама подумала другое. Вот это меня пугает. Заходи. Эта девушка... Какой большой дом? Двухэтажный? Значит, ты живешь здесь? Сюда поместится целая толпа. Очень красиво, мне нравится. Папа? Куда ты собрался в такое время? Мы забросили дела этого дома. Кто этим займется, если не я? Папа, ты говорил с этим парнем, но Ферихан что-то скрывает. Мы это так оставим? Я повелся на сплетни, Мехмед. И чуть не связал жизнь дочери с идиотом. В итоге я мог потерять и жену, и дочь. Все, что с нами приключилось, все из-за каких-то чужих сплетен. Но, Аллах, милостивый, все видит. И если я еще раз допущу ошибку, он не простит. Мехмед, ты же отвезешь тетю, да? Папа, может, ты зайдешь домой? Мне надо закончить дела. Увидимся, тетя. Звони мне, дочка. Я тоже буду звонить. Хорошо. Слава Богу, пронесло. Но могло быть хуже Фериха. Ну да. Ты, наверное, счастлива? Ты права. Но пользы мне от этого нет. Хочу сказать, и для тебя опасно, что все так заканчивается, доходя до крайней точки. Сама подумай. Рано или поздно Мехмед или твой отец все узнают. И что тогда? Я бы, конечно, посоветовала сделать как Гюльсон. Ну, сможешь ли ты? А ну, выйди из моей комнаты. Дура. Здесь так красиво. Как приехали из деревни, я всегда спала на полу. Эта кровать кажется мне слишком большой. Я подышу воздухом, а ты ложись, отдыхай. Пожалуйста, не оставляй ханды одну. Абонент находится вне зоны действия сети. Абонент на мелодия Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мне жаль, что ты узнала об этом таким образом Я хотел сказать, но не смог Извини Не извиняйся Теперь уже не важно Выступи Ханде еще немного и все догадались бы Мне так страшно Не бойся Возможно, это даже к лучшему То, что узнают Если бы не твой взгляд, я бы все рассказал твоему отцу Я знаю своего отца Будет трудно А когда нам было легко, Фериха? Знаешь, что самое тяжелое? Слушать твоего отца и утаить правду Не иметь возможности сказать «Я люблю вашу дочь» Я просто слушал его И не сказал ни слова «Что будем делать?» Преодолевать трудности Я люблю тебя Я тоже тебя люблю Ну все, иди Спасибо за просмотр! Слушаю Добрый вечер, господин Эмир Это Джингис из Килса Слушаю, Джингис Госпожа Ханде С ней не все в порядке Перебрала лишнего Отказывается садиться в такси Мы не знаем, что делать Я решил позвонить вам Хорошо, я сейчас приеду Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброе утро Папа, я хочу пойти на занятия Мне уже хорошо Что толку сидеть дома и думать обо всем на свете? Когда-нибудь все равно, ведь начнешь снова ходить Фериха Я не хочу, чтобы в университете ты разговаривала с тем парнем Не заставляй меня повторять Хорошо? Фериха, ты слышишь меня? Да, папа Идем, я отведу тебя Нет, тебе же на работу Вот именно, Мехмед Ты случайно не потерял работу, пока возился с тем ненормальным? А потом с Ферихой и с Гюльцом Да, неудобно перед другом Ведь это он меня устроил Сегодня я поговорю с ним Ну все, собирайся Да, сейчас Ты поедешь со мной, Фериха Сейчас говорю Отнеси это, дочка Выпей Это поможет Взбодришься немного Ты университет? Да Мне тоже надо В таком виде, Ханде? Я не хочу оставаться одна Эмир Зачем Курай это сделал? Как он мог жениться? Я не знаю ответа на этот вопрос А мне не нужен ответ Как он мог пойти на это? Ханде, Курай ждал тебя всю сознательную жизнь Почему ты тогда не задумалась? Ты с самого начала знал, что мы были вместе, да? Нет, поначалу я не знал Я годами не замечала его чувств Все случилось внезапно Это я во всем виновата Но теперь Парень Который за день до этого сидел возле моей двери Сейчас уже дома с женой Да Я с ума схожу от этой мысли Я не знаю, что мне делать, Эмир Вот это да Ты видела? Устроила вчера истерику и заночевала здесь Одному богу известно, кто что вытворяет Ты правда хочешь пойти на занятия? Да Я готова Сделать все, что от меня зависит Лишь бы Эмир простил меня И если мне придется использовать фериху То я и на это пойду Высокие цели, да? Да, госпожа Санэ Цели высокие Но и другие есть Мой врач правильно говорит Я никогда нормально не принимала лекарства Бросала на полпути Но сейчас я настроена решительно Буду принимать регулярно Мне надо прийти в себя Где лежат мои лекарства? Я не помню, куда положила этот пакет Думаю, надо купить новые Хорошо, тогда купи сегодня, ладно? Мне надо вылечиться как можно скорее Хорошо Спасибо До встречи Интересно, они уже проснулись? Позвоните Узнаем, как все прошло Хотя, о чем я? Это же у них не первая ночь Сехер Пусть тебя не волнуют Дни и ночи Моей дочери Вот как? И каково это, тетя Хатидже? Когда мы с Мехметом поженились Вы с мамой Зихрой Говорили вещи еще похуже Жаль, что ее здесь нет И она не видит всего этого А чего горевать-то? Гюльсун вышла замуж Все обошлось А вот ферихе что делать? Сехер Хватит действовать мне на нервы Не смей говорить такие вещи Не о моей дочери Не о племяннице Иначе я вырву этот твой острый язычок И выброшу собакам на сведение Боже мой Я не такая глупая, как вы Меня вообще не интересует Кто тут что делает Тоже мне Тетя Хатидже? Что? Давайте позвоним Мне интересно Еще рано Они только вчера поженились Нельзя Как думаете Как Даги Ульсун пригласит нас в гости? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро Тебе, наверное, неудобно было спать Я не слышала, как ты пришел ночью В холодильнике почти пусто Я приготовила из того, что было Мне надо узнать, где поблизости есть магазины Надо купить там продукты Я не знала, какую приготовить тебе яичницу И решила сделать немного жидкой Тебе так нравится? Свежего хлеба не было Но я сделала толстый Налила тебе чай Сколько сахара положить? Ульсун Я ничего не ем с утра У меня нет такой привычки Но почему? Разве можно так не завтракать? Да, можно Почему бы и нет? И еще Я утром пью не чай, а кофе Хорошо Тогда я приготовлю кофе Нет Нет, я сам А ты иди Собирайся Я приму душ А потом отвезу тебя в университет Нет, эту неделю я не буду ходить Хочу отдохнуть немного Да и к дому надо привыкнуть К тому же пока нет важных занятий Мне надо заняться домашними делами Что ты хочешь на ужин? Давай, расскажи мне Я Поужинаю где-нибудь в кафе Вернее Закажем что-нибудь и Поедим Мы же только что поженились Поэтому В первое время будет много гостей Не зря я заговорила про пустой холодильник Мама, наверное, ждет моего звонка Думаю, пока твоя мама не уехала в Анкары Надо всех позвать в гости Мама уже взяла билет на вечерний рейс А ты можешь приглашать, кого хочешь Ладно, я пойду в душ, а потом выйдем Переха Не обижайся, что я кричу на тебя Я не могу, как отец Сидеть и надеяться лишь на Аллаха Понятно? Я не могу, как отец Я не могу, как отец Я не могу, как отец Мехмед Что-то случилось? Я привел сюда Фериху, учитель Она здесь Очень хорошо Учитель Можете уделить мне время? Надеюсь, все нормально Ханде ночевала у тебя? Да Вчера мне позвонили из Хилза Она много выпила У нее мама в отъезде сейчас Я не хотел оставлять ее одну Потому что пообещал Кураю Ладно, милый, не нужно оправдываться Я больше не ревную тебя к Ханде Вроде И как она? Плохо Ей очень плохо Интересно Я прекрасно ее понимаю Она ведь думала, что Курай не бросит ее ни за что Я тоже так думала про тебя Перестань Не сравнивая нас ни с кем, Фериха Не сравнивая наши страдания и ошибки У нас не все хорошо Вы и сами, наверное, догадываетесь Это ты, мир Как кость в горле Мехмед Пойми меня правильно Я не хочу, чтобы мои слова усилили твои сомнения Но твоя сестра имеет право на личную жизнь Как и все мы У нас так не принято, учитель Ты образованный человек Возможно, тебе это окажется какой-то дикостью Но у каждого своя правда Мы не можем мириться с такими вещами О чем ты хочешь меня попросить? Учитель, вы здесь Этот негодяй тоже, и Фериха Присмотрите за ней Но ты ведь не знаешь меня, Мехмед Почему так доверяешь мне? Просто доверяю, учитель Я не знаю, что делать Я знаю Просто возьми меня за руку Мы не должны никого видеть, когда смотрим друг на друга Не нужно ни о ком думать Как мы можем проигнорировать Мехмеда? И как я могу не думать о том, что будет с папой, с родными, с твоими родными? Как можно не думать об этом? Скажи мне Ты не веришь в нас? Это главнее? Нет, конечно Главнее Ты боишься не только их Но и нас Скажи что-нибудь Пока ты рядом, я ничего не боюсь А когда тебя нет Меня мучают всякие сомнения Если бы не происки Халили Мы Давно уже Попрощались бы друг с другом Эмир Ты сказала, что все кончено И я решил так же Но это я говорил не сердцем А лишь кончиками губ Тогда наша жизнь состояла из-за лжи А сегодня мы здесь И это правда Ты сможешь простить мне мои ошибки? А ты простила мне мою ложь? Это была единственная ложь, чтобы сделать тебе больно И ты страдала, Ферихар Всего одну ночь ты старалась стать другим человеком Но не смогла Я тоже не могу забыть ту ночь Хотя Дело не в том, чтобы забывать А в том, чтобы пройти Посмотри на меня Скажи, чего ты хочешь? Хочу, чтобы мы стали одним целым Мы станем одним целым Ферихар Я хочу попросить у тебя прощения Хоть и не хотела Но я допустила большую ошибку Ферихар На самом деле Я видела, что тебя увозят Вернее, мне так показалось Я была пьяна И не узнала тебя А когда приехала полиция Я все поняла И испугалась Я не могла им сказать, что видела Я боялась, что меня неправильно поймут Ты сможешь меня простить, Ферихар? Ферихар, не слушай ее Может, ты мне не веришь, но... Я верю Правда? Большое спасибо, Ферихар Что ты говоришь, Ферихар? Ты действительно поверила? Но она же объяснила Ферихар, когда я искал тебя Она знала, где ты Ты изначально была права Насчет нее Ей нельзя верить Она уверяет, что так все было Как я могу сказать, что она врет? Вот это да Ладно Мне надо на лекцию Потом ты отвезешь меня к Гюрсу? Хорошо Куда ты? Ты так рано проснулся Что там? Ничего особенного Просто медицинские спрашки Смотрю, ты все такая же гордая Скажи мне правду Ты хочешь дожить до ста лет И устроить нам поминки? Вернусь через пару часов А что заставило тебя так рано проснуться? Вы, Булен Сеймин? Да К вам посылка Распишитесь, пожалуйста Всего доброго Спасибо вам Вот Это и есть причина Похоже, очень важный сборник Важный? Еще какой? Здравствуйте Добро пожаловать Чем могу помочь? Добрый день Добрый день Мне нужны витамины Но чтобы были цвета апельсина Апельсина? Угу Оранжевые Маленькие, круглые Ну, вы же знаете Как трудно заставить детей принимать витамины Они упрямятся Понимаю Оранжевые Вот Сколько стоит? Пожалуйста Двадцать лир Спасибо вам большое И вам спасибо Удачного дня Спасибо вам того же Нет, дружище Это не дело Разве так работают? Два дня хожу Три дня меня нет Я и тебя подвожу Я зайду через пару дней Хорошо? Ладно До встречи Это уже в который раз Господин Кусну? Я же вчера сказала вам Что буду ждать вас В это время Нет, нет Не нужно Я не раз говорила вам Что не люблю Ездить на такси Если бы я умела водить То зачем бы нанимала вас? Как вы думаете? До свидания Вы Мать господина Левента, да? Да А вы Вспомнила Сын господина Ответственного за чистоту Вы пережили Неверкие времена Но Левент Сообщил мне Хорошую новость Я рада за вас Спасибо Наконец-то Все позади Я случайно услышал Кажется Ваш водитель Подвел вас Если хотите Я могу вас возить Я как раз свободен Я была бы рада Если вас не затруднит Тогда я пригоню машину Пожалуйста Будешь? Нет Не хочу Какая ты красивая Ты премьер Ханде? Елькер обманывает Или я ослышался? Ты что До сих пор не веришь? Говорю тебе Я видел своими глазами Он отправил мне пригласительный Эх С такими девчонками Встречался А в итоге Выбрал Вам что Больше не о чем говорить? Что с тобой? Ханде Эмир Эмир Я не в силах Этого выдержать Поезжай домой Отдохни хорошенько Иди Встретимся завтра Друзья Я очень рад Что ты снова посещаешь Мои лекции Я намного отстала Ведь я пропустила Не только ваши уроки Наверстаешь Ничего страшного Кстати Мехмед Мехмед Подозревает вас С Эмиром Я знаю Что Мехмед Уважает вас Но Не думала Что он делится С вами переживаниями Если тебе не нравится То Я могу Прекратить общение с ним Больше всего Я люблю Ставить точку В случайных знакомствах Удивительно Я не знала Вельмед Вы с Эмиром Разобрались Между собой Или после случившегося Все неприятности Забылись Самый большой страх Это страх Потерять кого-то Я жду тебя Спасибо Что предупредили Насчет Мехмед Теперь я буду знать Я не знала Что вы с Левентом Близко знакомы В трудный для нас момент Господин Левент Был с нами Мы в долгу перед ним Кстати Если ваш водитель Не будет успевать В любое время Звоните мне Вы не работаете? Нет Я был вынужден Уволиться С последнего места работы Вы готовы Работать со мной? Нет, мамочка Мой муж Сказал Что я могу Приглашать всех Кого захочу Возможно И он пригласит Свою маму Доченька Не слишком ли это рано? Вы только Вчера поженились Может быть Подождем Хотя бы неделю Говорю тебе Он сам так сказал Мы будем ждать Вас вечером Ладно, мамочка? Все, я целую тебя Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж Девушка из провинции Я тебя недооценила Ты пришла сюда Чтобы ругаться со мной Мало было скандала На свадьбе На свадьбе? А как ты этого добилась? Как ты за три дня Вскружила голову Курая? Послушай Я плохого тебе не желаю Просто уйди из нашего дома Из вашего Это ваш дом, да? Послушай меня Ты знаешь, кто я? Я спрашиваю Ты знаешь, кто я такая? А? Посмотри на меня Несчастная интриганка Ты будешь помнить Ты будешь помнить меня всю жизнь Твой муж Будет видеть меня Глядя на твое грязное лицо Он будет думать обо мне И постепенно начнет ненавидеть тебя И никогда не полюбит Я не отдам его тебе Ты никогда меня не забудешь И я устрою тебе сладкую жизнь Жалкая деревенчина Прилетай первым же рейсом Мне очень плохо Аферистка Аферистка Тетя Хатиджи Мы не можем пойти с пустыми руками Надо что-то купить Первым делом я позвоню брату А потом... Ах... Надо было спросить у Гюльсу Чего им не хватает Знаете что? Я не знаю, чего им там не хватает Но то, что у этих ребят нет колец Это точно Ладно Я пойду собираться Хорошо? Да, да Собирайся Собирайся Секер Дочка Я пойду схожу на базар Мы можем перенести наши планы на завтра с Анем? Ко мне приезжает друг из Анкары Конечно можем Не беспокойся У тебя бодрый голос Есть хорошие новости? Я наконец сделала шаг к тому Что долгое время не давало мне покоя Очень рад за тебя Дорогу осилит идущий Ты ведь знаешь В моем случае можно сказать Я иду на пролом Ладно, до завтра Привет Невоспитанный Не понял? Когда нормально здороваются Ты пропускаешь это мимо ушей А ругань ты услышал Конечно, каждому свое Ну что ж Я скажу так Играть в образцовых соседей Не в моих правилах Тогда должна предупредить Ты идешь как раз к соседям Там живет госпожа Санем Ненормальный Это мне? Но Это особенный сборник Причем редкий Для особенного человека Мне очень приятно Не хочешь послушать? Я удивлен тем, что вы хотите послушать столь уникальный сборник во время обеденного перерыва Это на вас не похоже Ты прав Тогда послушаем вечером за бутылкой хорошего вина Вот это поступок Достойный госпожи Санем Достойный госпожи Санем? Да, но я думаю Это нужно объяснять Не так торопливо Женился и исчез из поля зрения Мы даже не успели поздравить Не думала, что ты такой домосед Ты не пошел на свадьбу? Не говори так Корай и сестра Ферихи оказались настолько опасной бомбой, что взорвались прямо на лице Ханде Вот как Ханде сильно расстроена Расстроена не то слово Она просто подавлена Можно подумать, что их что-то связывало Хочу кое-что сказать, только ты не обижайся Отвези меня к Ханде А в кино сходим вечером Ну вот Когда мы разбирались с отцом, она была рядом Похоже, что пришел мой черед Ладно, как скажешь Идем Сейчас позвоню к Ураю Отключен Вчера вечером было так же Ладно Урая Вчера вечером Вчера вечером Вчера вечером Позвонил Вчера Истелesse Свободü Он Людик Урая Здесь 잠 Ханде. Лара, я приболела немного. Хочу одна побыть. Я знаю, что ты не болеешь. Эльхер теперь про меня сплетничает? Ханде, ты не хочешь поговорить? А говорить мне нечем. Я просто в шоке. Вот и все. Можешь не обманывать Ханде. Я не раз видела вас вдвоем. Как бы ты ни старалась скрыть, я понимаю, у тебя есть чувство по краю. Это ясно. Лара? Я не хочу разговаривать. Ладно, но не забывай. Когда я расстраивалась из-за отца, ты пыталась вывести меня из этого состояния. Тогда и я молчала. Если захочешь поговорить, дай знать. Не смотри на меня так. Я просто увидела тебя и расчувствовалась немного. Симпатичный дом, правда? Тебе нравится? Я и раньше сюда приходила. Красивый дом. Действительно. Что случилось, Гюльсу? Я пригласила вас в гости на вечер. А который час? Я еще не начала подготовку. Мама так радуется. Ну-ка, расскажи мне, что с тобой? Ну-ка, расскажи мне, что с тобой. Он любил ее, да? Она не просто приходила сегодня сюда. И не просто так испортила свадьбу. А я такая гнибая. Думала, они просто друзья. Дружба разве бывает такой? Ханда, я приходила сюда? Что она сказала? Пришла и ушла. Ничего не сказала. Ради бога, Фериха, не говори никому, даже и миру, хорошо? А они долго встречались. Это не совсем понятно. Курай был безуматнее. Тут очень много ее фотографий. Он сильно ее любил. Ну и пусть. Ну и пусть. Я ведь тоже без памяти влюблена в Курай. Он полюбит меня. Я сделаю так, что он ее забудет. Вот у нее есть Фериха. Ладно, надо приступать к подготовке. Время идет. Ты тоже не заставляешь ждать своего парня. Ты начинай, я пойду. Хорошо, дорогая. А то я могу не успеть. Герсун. Береги себя. Хорошо. Хорошо. Я готова. Что за вид, Сехер? Мы же не в казино идем. А что, Мехмед, тебе не нравится? Мы же идем домой к зятю. Я решила принарядиться немного. Послушай, Сехер. Когда мы туда придем, не напоминай Гюльсум о том, что вытворяла эта невоспитанная девушка. Хорошо? Хорошо, что предупредили тетя Хатидже. Ну что ж, пора выходить. Фериха, пошли, доченька, выходим. Идемте, идемте. Хали. Я думала, что жаловаться придется мне. Но услышав то, что ты сказала, не может быть. Должно быть, он пошутил. Как бы я хотела, чтобы оказалось так. Мы даже не поняли, что произошло, Айсу. А кто эта девушка? Не понимаю, как наши сыновья могут так поступать с собой? Где они находят таких? Как они с ними знакомятся? Мы совсем не знаем эту девушку. Она... Как бы правильно выразиться, мы не можем сидеть за одним столом с этими людьми. И дело не в деньгах, а в разном культурном уровне. Мне ли это объяснять Хале? Это то, что волнует меня месяцами. Я стараюсь оградить сына от ошибок. Но он упрямится. И все еще стоит на краю этой пропасти. Скажи спасибо, что он не упал в эту пропасть. Хале, а как вы это допустили? Имея в виду, как Исмаил разрешил это. Но что ты, Айсун? Никто и не спрашивал у нас разрешения. Зазвонил телефон. Мама, я женюсь. Вот и все. Это очень известный профессор. Уверен, он решит все проблемы твоего друга. В последнее время я часто встречаюсь с врачами. Надеюсь, Джонсу теперь займется своим здоровьем и все вернется на круги своя. Что с тобой? Невбахар, о чем ты задумалась? Это просто усталость. Мне, пожалуй, пора домой. Что-то не так? Нет, нет, ничего особенного. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пора принимать лекарства. Да. Все еще решительно настроена. Ради мира. Все ради мира. Добро пожаловать. Здравствуй, дочка. Как ты, доченька? Дорогая ты моя. Дайте мне куртку, дядя. Возьми. Извините, у нас нет домашних тапочек. Ничего страшного, дочка. Дядя, проходите. Спускайтесь по лестнице. Гостиная внизу. Ах, Герсон, хоромы просто огромные. Значит, я не прогадала с подарком. Что-то не могу я ждать. Сехер уже вручила свой подарок. Надеюсь, мой зять не будет обижаться, что мы не подарили ему лично. Если размеры не подойдут или не понравятся, то скажите, можно будет все поменять. Мамочка, спасибо большое. Герсон, ты что, забыла про обычаи? Муж придет, и он наденет тебе на палец. Верно. Наш дядь еще не пришел? Наверное, в пробках застрял. Скоро приедет. Герсон, может, покажешь нам дом, пока он не пришел? Хорошо. Действительно, дочка. Что за наглость? Дома гостя, а его еще нет. Не говори так, сынок. Может, у него возникли дела. Какие дела, папа? Они только и умеют, что гулять. Я и сама не поняла, как купила билет и прилетела. Что-то останавливало меня, но я не могла не приехать. Ханде, почему ты не рассказывала мне про Курая? Я разве не лучшая твоя подруга? Ты думаешь, я стала бы укорять тебя? Ты приехала, чтобы отчитать меня или поддержать? Ладно, не злись. Вставай. Что это значит? Вставай. Отговорки не принимаются. Сегодня мы пойдем гулять. Оторвемся. Отпразднуем мой приезд. Очень красивый дом, доченька. Просторный, есть лестницы. Мне нравятся такие дома. Лестницы ведут вверх и вниз. Мы отдали дочь в царский дворец. Мехмед, посмотри на этот дом. Только один этаж, как наша целая квартира. И спальни отдельные. Сехер, хватит. Смотрела 10 минут, а рассказываешь полчаса. А что еще делать? Сидеть, как вы, насупившись, и ждать зятя? Если хотите, мы можем сесть за стол. А что, зятя не будем дожидаться? Не беспокойтесь, он скоро приедет. Идемте. Ну ладно. Ну что ж. Отключу. Ладно, я уже высказала ему все, что хотела. Хали, ты и вправду хочешь вот так спокойно уехать? А что я могу поделать? Мне кажется, если я начну, то не смогу остановиться. Но что это даст? Кто-нибудь будет меня слушать? Хали? Добро пожаловать. Здравствуй, Юна. Айсун сообщила мне, что ты здесь. Поздравляю. Ну, когда планируешь стать бабушкой? Что ты несешь, Юнал? Ты знаешь, что наш сын был свидетелем на этой свадьбе? Сообщники всегда действуют вместе, не так ли? А Исмаил не приехал? Он ведь еще молод, правда? Не готов становиться дедушкой. Понятно. Мне не поднять вам настроение. На самом деле и мы столкнулись с подобным Халле. Но... Курай действительно сделал все без вашего ведома. Юнал. У Халлея через два часа самолет. А... Она не смогла попрощаться с Курайем. А в чем же проблема? Может быть, пока ты здесь, нагрянемся вместе к молодоженам? Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новоиспеченный муж тут? Семейная жизнь не понравилась? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно. Подожди меня здесь. Ханде! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем? Зачем ты это сделал? Отвечай! Зачем ты это сделал? Как ты мог? Как ты мог так поступить со мной? Как ты мог пойти на такой... Как, Курайем? Зачем ты женился? Как так получилось? Как? Что ты наделал, Курайем? Скажи мне. Что ты наделал? Зачем? Зачем ты? Зачем ты? Ханде! Зачем ты? Фириха, оставь. Я поставлю все в посудомоечную машину. Нет, нет, я помою. Дядя, вы пока отдохните, а я пока приготовлю кофе Нет, нет, не утруждай себя Нам пора идти Дом остался без пришмотра Идемте, дети Все как у богачей, поели-попили, уходим Может, все-таки попьете по чашечке кофе, а? Увидеть бы зятя Знаешь, брат, наш зять проявил неуважение, его до сих пор нет дома Время-то уже позднее, разве так можно? Это значит, моя дочь будет коротать ночи одна Добро пожаловать У вас гости? Угу, я пригласила своих родных, проходите Добро пожаловать в мою Вы... Вы... Родственники? Не поняла. Вы знакомы, Ису? О, а вот и наш дядь. Ха-ха! И Эмир здесь. Курай, поздравляю тебя. Похоже, твоему счастью поспособствовал Эмир. Примите мои поздравления. Мама, папа, поедемте домой. Этот на ногах не стоит. Сынок, скажи нам что-нибудь. Твой лучший друг женился на сестре этой девушки. Как это понимать, Эмир? Что тут понимать? Этим девкам нужны как раз такие дурачки, а с остальным они постепенно разберутся сами. Ты понимаешь, что говоришь, папа? Ты слышала? Значит, ты будешь указывать мне, что говорить, а? Эмир... Хочешь сказать, что это случайность? Сынок, эти девушки охотятся за богатыми парнями. Пора помниться. Слышишь? Послушайте, вы не знаете, почему Кора это сделал. И совсем не хотите знать, так ведь? Я вот хочу узнать, когда вы откроете глаза. Посмотрите на себя. Если бы не ненависть к Ферихе, вы бы про меня забыли. Как ты смеешь такое говорить? В то время, как ты обвиняешь нас, мы пытаемся тебя спасти. Спасти? Когда я был в шаге от смерти, вы даже не искали меня. Вы не заметили мое отсутствие. Ты, папа, сказал, что сожалеешь. Я спросил, что это изменит? Ты развернулся и ушел, так ведь? А ты? В больнице тебя волновал не я, а то, почему я с Ферихой, мама. И это вы будете меня спасать? Хватит нести чушь. И мы, пожалуй, пойдем. Спокойной ночи, госпожа. Спокойной ночи. Дай Аллах, в следующий раз увидите Свата. До свидания. Ладно, доченька. Спокойной ночи. Курай, иди и умойся. А потом вызови меня, пожалуйста, такси. Я сам отвезу тебя. Не плачь, Айсу. 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 Ты очень хорошая мать. Ты сделала все, что могла. Сняли обувь по-человечески. Все равно не понравились. Косо смотрят. У них просто привычка такая, Мехмед. А добрый вечер они воспринимают как ругательство. Не стоит обижаться, сынок. Госпожа просто волнуется за сына, вот и реакция такая. Мы тут ни при чем. Перестань, папа, все же понятно. За людей нас не считают. Вот они, твои друзья. Спокойной ночи. Не расстраивайся так, Катидже. Скажи мне, о чем ты сейчас думаешь? О чем я могу думать? Дело начатое без благословения и заканчивается без радости. Ты разве не видел? Моя сватья даже не посмотрела на меня. А мой новоиспеченный зять пришел домой совсем пьяный. О, Всевышний, за что нам это? Чем мы это заслужили, Господи? Про другое не знаю, но дом у них просто прелесть, Мехмед. Только одежда Гюльсун совсем не соответствует. Ей надо прикупить себе хороших вещей. Сехер, хватит уже говорить об этом. Перестань. Я же видела, что ты глаз не мог оторвать от их большого телевизора. Знаешь, Мехмед, на самом деле все были в восторге. Только я говорю об этом открыто. Признайся, ты же хочешь жить в таком роскошном доме? Жить такой жизнью, как люди с верхних этажей. Только представь, под тобой машина, а дома такой же огромный телевизор. Ну да, как бы то ни было, Гюльсун очень счастлива. Если даже загрустит, то выйдет в цветущий сад во дворе. Если куда-то надо, то муж свозит ее на машине. Не жизнь, а сказка. Разве это плохо, что я мечтаю о такой жизни, Мехмед? Завтра жизнь станет намного лучше. Поверь мне. Я верю. Я верю. Подожди. Как же тебе идет, Мехмед? Значит, теперь ты стал водителем мамы-учителя, да? А почему ты вчера не сказал? Хотел устроить тебе сюрприз. Мне кажется, было бы лучше, если бы ты сбрил бороду. Ты что, Сехер, хочешь превратить меня в обезьяну? Ты прав. Тогда будет видно, что ты водитель. А так ты как будто владелец машины. Неужели? После работы ты прокатишь свою жену? Даже не думай об этом. Эти катания до добра меня не довели. Поздравляю. У тебя новая работа? Мне надо идти. Я не смогу отвезти тебя. Не опоздай на автобус. Удачного дня, любимый. Иди, будь осторожен. Сехер, и я ухожу к Гильфидан, хорошо? Только она может утешить тебя. Доброе утро. Доброе утро. Ты грустишь из-за вчерашнего случая? Мы видели Кура и Гильсон. Я знала разницу между нашими семьями, но... Только вчера поняла, насколько эта разница большая. Если держаться вместе, то это не проблема. Я растерялась, когда увидела твоих родителей. Они рассердились на тебя? Мне не привыкать. Как я вмешалась, это перестало быть обычным делом. Мы с твоей мамой хорошо ладили. Говорили о тебе. Вы с ней стали более близки тогда. И с отцом у тебя все было хорошо. Я все испортила. Из-за меня вы теперь в ссоре. Фериха, у меня есть родители. Но мы не одна семья. И так получилось задолго до тебя. Нет взаимоуважения, взаимоподдержки. Мы не прислушиваемся друг к другу. Когда мы были в том доме, они не заметили, что ты пропал. Другой причиной просто не могло быть. И если ты сейчас обижаешься на них, то им тоже плохо. Например, мой отец очень расстроен. Он винит себя за случай с Халилем. Мы, конечно, не разговариваем об этом. А вы можете открыто говорить. Почему бы вам не помириться? Фериха, я ни о чем не хочу говорить, кроме нас с тобой. И кроме тебя, ни с кем не хочу разговаривать. Я не успокуюсь, пока мы не преодолеем преграду, построенную нашими семьями против нас. Чего лукавить, госпожа? Я ждала вас после недавней свадьбы. Вас не испугали девчата из нашей семьи? Позвони мне, если вдруг услышишь, узнаешь, увидишь то, что касается моего сына. А что же взамен? Взамен? Получишь то, что причитается. Но если пропустишь что-нибудь, то ни на что не рассчитывай. Мимо меня ничего не пройдет. Не беспокойтесь. До свидания. Папа, эта женщина не застала сына дома? И пришла к нам за запасным ключом. Папа? Папа, почему вы не заходите? Юнал приехал? Да, госпожа, почти сразу после вас. Подождите немного. Хорошо. Между результатами, которые отправил ваш доктор в Измире и сегодняшним результатом нет никакой разницы, госпожа Невбахар. Я и раньше вам говорил, и остается лишь один выход, это операция. Я знаю, чем это грозит. Я не могу заставить вас пойти на риски, но судя по анализам, нам нельзя больше медлить с этим решением. Сколько у меня времени на принятие решения? При таком положении вещей я не могу этого сказать. Скажите мне, как есть. Если вы не согласитесь на операцию, опасность может наступить в любой момент. Понятно. Небольшой воскресный отдых. Очень заманчивое предложение. Но пока не могу сказать, Юнал, ты знаешь, в каком состоянии сейчас Джансон. Зачем ты так мучаешь себя, Санэн? Мучаю. Ты отодвинула свою жизнь на второй план из-за девчонки с расшатанной психикой. Это заслуживает уважения, но... Я думаю, ты имеешь право отдохнуть пару дней в конце недели и снять этот стресс. В укромном месте, подальше отсюда. Только ты и я. Почему так трудно отказать тебе, Юнал, Сарафоглы? Тогда до встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok У тебя шашни с этой женщиной? Что ты несешь, Айсун? Я не верю тебе, Юнал У тебя с ней что-то есть Увидев твою машину перед подъездом Я подумала, что ты приехал сюда ради сына Думала, что ты переживаешь после вчерашнего, как и я Какая же я дура ЗВОНОК В ДВЕРЬ Смотрю, ты в хорошем настроении Илькер смог найти к тебе подход Мама, он такой смешной Могу я принимать этот ответ, как все хорошо? Можешь Я надеюсь, тебя не ждет такой же сюрприз, какой уготовил для Ханде ее друг О, ты прокурая, не говори глупостей Я же говорила, что никогда не выйду замуж До сих пор не могу поверить Ханде очень плохо Раньше я ее не видела такой А меня поразило то, что это родственница Ферихи Когда влюбляется, человек становится настолько решительным Ладно, отбросим деньги в сторону Ну а культурный уровень? Как они будут это решать? Им придется нелегко Да поможет им Аллах Газ это хорошо, брат Но не повлияет ли это на мощность машины? Будет плохо, если во время пробок снизится скорость Нет, брат, скорость будет такая же, как с бензина Вы ни в чем не проиграете, не переживайте Все будет отлично Ну что ж, тогда Бог в помощь О, дружище Мехмед Все ищут тебя, расстроены, что ты ушел Придумали бы что-нибудь, зря ты поспешил Нельзя так работать В последнее время меня часто не было Мастер газонфер очень помогал нам Я нашел другую работу Вот как, поздравляю Спасибо Я пошел, сегодня первый день Увидимся Спасибо Я будила тебя, но ты не слышу Обед готов Мама купила Я свое уже ношу Бельсон Я не могу носить кольцо Не могу Мне нравится Как знаешь Да, готово Вечером я организую доставку До встречи А, добро пожаловать Здравствуйте Вы в порядке? Госпожа Тюллин Мы можем поговорить? Конечно Прошу Госпожа Тюллин Насколько вы Хорошо знакомы с госпожой Санэ? С тех пор Как она вышла за Халдуна Что-то случилось? Да, случилось Она спит с Юналом А вы знали Об этом? Нет Нет, разумеется Но почему вы расстроены? Вы ведь в разводе Он ваш Бывший муж Я Кажется, это было излишне Считайте Что этого разговора Не было вовсе Прошу вас До свидания До свидания Сколько нам еще придется прятаться? Я устала от этого До каких пор мы будем скрывать наши отношения? До тех пор, пока они не примут это А мы выдержим? Конечно Я никому не позволю помешать нам Мне не нравится высаживать тебя здесь Я вообще не хочу, чтобы ты выходила из машины Мне не нравится, что ты уходишь домой Что я жду тебя ночи напролет Мне тоже не нравится оставлять тебя одного Что случилось, господин Мехмед? Почему мы остановились? А теперь иди Не то увидишь Позвони мне, как будешь дома Хорошо Слушаю, Курай Ладно Отлично играешь Мамы нет дома Знаю, она говорила Скоро будет Она позвонила мне Вообще-то Я думал, что ты пишешь более жесткую музыку Я удивлен Ты тоже меня удивляешь? У тебя скрытые таланты В твоем возрасте Я даже и в руках не держал саксофон Моим инструментом Было другое, я знаю Но я имею в виду не это А женщин Женщин? Да После такой женщины, как Санэм Молодая Невинная девушка Я рад, что она избавилась от тебя Я не знал, что это настолько тебя интересует Забавно ведь Санэм страдает из-за тебя А ты из-за той девушки Интересно Ты очень умен Либо Санэм проговорилась Я умен Левинт, добро пожаловать Почему вы стоите в дверях, дети? Я только что пришел Проходи Идем, сынок Да, да Я готова Скоро выйду До встречи Куда ты собираешься? Да Хотим с друзьями отдохнуть пару дней на природе Я поговорила с Тюлин Лара с удовольствием побудет с тобой на выходных Оставляешь меня соседям, как маленькую девочку, да? Я просто подумала, что ты захочешь побыть одна Ладно, неплохая идея Не забудь вовремя принимать лекарства И не потеряй этот контейнер Ты знаешь, без рецепта не продадут Интересно, когда же они начнут действовать? Ладно, я пройдусь по магазинам Развейсь немного До встречи Благодаря Эмиру вы остались здесь И если бы он захотел, то вас бы выгнали Выгнали отсюда Кого мне поздравить? Это ты все подстроил, Фереха Как ты могла пойти на такое, Фереха? А? Зачем ты так с нами? Я видел, как вы целовались С этим негодяем Что ты себе позволяешь? Что? Как тебе не стыдно? Вставай Как мне это терпеть? Ты целовалась с ним Что я тебе говорил? Что? Я же запретил тебе встречаться с ним Фереха Что я тебе говорил? Отвечай Я все видел Видел Ты хочешь, чтобы я убил его? Мехмет Мехмет, сынок Мехмет, что ты делаешь? Мехмет, успокойся Мехмет, не трогай Оставь ее Папа Мехмет, прекрати немедленно Я видел, как они целовались Она целовалась с этим подонтом Ублюдок Вставай Ну что? Почему ты не бьешь, а? Давай Эмир Эмир, что ты делаешь? Мосты Идем, идем, идем Садись в машину Господин Резе Поднимайтесь Садитесь сюда Мехмет, вставай Идем Идем, идем, идем Идем, идем Идем, идем Мама Подумай Идем, идем Идем, идем Что же мне делать Идем, идем 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 Я могу и на автобусе поехать Идем, идем Идем, идем Посиди у нас, брат Держи ключи Будь как дома Я свожу к Гюльсуму И приеду Идем, идем Идем, идем Идем, идем 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 Хотите? Слушаю, брат Разбуди Перекон Пусть подойдет сюда Да Разбужу, конечно Немедленно Гореха Гореха Папа Вечером Ты уедешь Вместе с Мехметом Он Отвезет тебя к матери Отныне твой дом Будет там Брат Гореха уедет А как же ее учеба Она же не будет учиться Не будет Не надо, папа У меня тут учеба Вся моя жизнь здесь Все кончено Твоя жизнь В этом городе Закончилась Папа, нет Пожалуйста, не надо Отныне Твоей сказке в Стамбуле Пришел конец Папа, прошу, не поступай так со мной Я прошу тебя Папа Папа Продолжение следует...